Вашему вниманию тема Марты. Жизнь на новой земле. Содружество архангелов. Отец-Абсолют читает Лора. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети. Сегодня мне хочется начать рассказ о том, как происходит взаимодействие между архангелами для оказания более действенной помощи человеку. Как уже говорилось в моем недавнем послании, каждый из архангелов выбрал себе служение людям и каждый имеет свою специализацию. И как вы уже знаете, в жизни человека все взаимосвязано, переплетено между собой и взаимозависимо. Все и всегда происходит с вечными и незыблемыми законами Вселенной, независимо от того, знает о них человек или нет. Так, духовная составляющая вашей жизни оказывает непосредственное влияние на ваше физическое состояние и на все происходящее вокруг вас события. Каждую минуту вы делаете тот или иной выбор, поворачиваясь либо в сторону света, либо в сторону тьмы. Так, один человек создает в своей душе рай, а другой – ад. И это ваш собственный выбор. Хотя мало кто из людей об этом задумывается, чаще всего сетуя на обстоятельства и обвиняя в своих неудачах других людей. Но сейчас, когда огромное количество людей на земле начинает пробуждаться, помощь им, архангелов, поистине бесценна. Это они помогают вам поддерживать свои вибрации, не давая упасть обратно в трехмерность, посылая вам свои высоковибрационные энергии через ваших ангелов-хранителей. И в эту активную фазу перехода Земли в пятое измерение их служение людям вышло на новый уровень и приобрело новые для них оттенки и нюансы. Ведь переход целой планеты с ее жителями в новое энергетическое пространство является уникальным опытом не только для вас, родные мои. Это поистине историческое событие вселенского масштаба для всех обитателей высших миров. Им тоже приходится меняться, сонастраивая свое служение человечеству с новыми условиями его существования, чтобы помочь людям подняться на тот уровень своего духовного развития, который позволит им совершить переход. Работа эта очень тонкая и кропотливая, поскольку рептилоидные программы довольно плотно спрессовались в сознании и подсознании подавляющего большинства населения вашей планеты. И сейчас на тонком плане архангелы ведут постоянную работу по растворению рептилоидных программ в коллективном сознании человечества. И их работа дает уже свои результаты. Все больше людей начинают просыпаться и понимать всю абсурдность сложившейся сейчас на Земле ситуации, ее искусственность и бесчеловечность. Они начинают чувствовать, что их сознанием манипулируют, лишая их свободы воли и свободы выбора, что является неотъемлемой частью каждого божественного существа. Ситуация с коронавирусом, искусственно созданная рептилоидами, в результате обернулась против них самих, поскольку четко выявила нынешнюю расстановку сил на планете. У чистых человеческих душ пробуждается их божественная суть и открываются глаза на тех, кто стоит у власти и кто столько веков управлял нашей планетой. А у рептилоидов всех уровней и низковибрационных существ, воплощенных в человеческих телах, наоборот, обостряются все их худшие качества – страх, бездумное, беспрекословное подчинение сильным мира сего. Сейчас на Земле наблюдается колоссальное расслоение по вибрациям всех ее обитателей и одновременно естественный отбор тех, кто сможет перейти вместе с Землей в новое измерение, а кто нет. Именно для этого сам переход и был растянут во времени, чтобы дать возможность определиться каждому жителю Земли. И сейчас всем, кто выбрал переход, идет огромная помощь от Архангелов, которые работают с каждой человеческой душой, помогая ей удержаться на плаву в это непростое для нее время. На этом мы остановимся сегодня. Любящие вас безмерно! Отец-Абсолют говорил с вами. Приняла Марта. Вы прослушали тему Содружества Архангелов. Приняла Марта.